ну что ж наконец-то наконец-то я решил записать новый видеоролик и в этом видеоролике я хочу с вами поговорить о том как все же лучше смотреть вещи на вывод на какой-то обменник на какой-то сайт неважно откуда можно с тех же самых обменников можно с того же самого steam а либо с какого-то другого магазина не в этом суть я хочу рассказать вам свои варианты того как я смотрю на каком именно магазине как именно лучше всего слить вещи чтобы получить максимальную выгоду из всего этого это мои способы получения профита и не факт что это самый лучший вариант и соответственно как бы у вас есть шанс улучшить мою схему или возможно даже вы сами знаете как все это можно проделать гораздо лучше чем то что предлагаю я на давайте же начнем и настрой скинса как именно конкретно по табличке а на примере трескинсе мы трэдбэк тоже сейчас затронем можно посмотреть выгодный вывод с сайта на сайт и при этом как бы получается снизить свои риски потерять большой какой-то процент и снизить свои риски на долгую продажи ту или иную вещь которую мы забрали сайта под этот магазин и наверное давайте-ка как раз таки возьмем любой сервис первым пускай допустим мы хотим вывести баланс даже с того же самого стима на бескинс и как мы видим например на бескинсе на стиме на маркете да здесь таблички есть еще такие варианты где написано скобках а 7 и last sales я стараюсь пользоваться либо вариантом а то есть это автопродажа либо вариантами last sales за 7 дней средняя цена шмоток мне не особо интересует но возможно кто-то и работает с помощью как раз таки такого варианта при выводе баланса с одного сайта на другой соответственно как бы что я делаю если выбирать бескинс автопродажи мы понимаем то что есть тут такой же фитер продаж можно выбрать бескинс market steam как говорят на данном случае мы вводим на скинс и наше присутствия фитер продаж по бескинс почему нас интересуют потому что мы не хотим физ скинс модку которая будет очень долго продаваться на этом сайте мы хотим чтобы на эту шмотку был определен какой-то спрос и мы можем кратớке благодаря фильтры продаж ориентировать на ту шмотку которая пользоваться хотя какими-то придерживаем спросом и атака с чего этого понимать тот факт что наша шмотка со временем улетит не застрянет надолго продажи потому что ее в по сути и не покупают даже за хорошую цену соответственно как бы мы выбираем пример 33 продажи допустим без ранец любой рандом на число там дальше вы уже сами сориентируйтесь какое число вам лучше всего выбирать чтобы как можно больше охватывать выгодных вещей которые вполне приемлемо по вашему мнению продаются на своем сайте с определенной грубо говоря скоростью какой-то я выбрал 300 и продажи до допустим без кисти автовновление табличка меня включено и я начинаю смотреть продажи той или иной шмотки если я буду чекать автобай то есть вот мы видим первые вещи вот эти две но соответственно понимает что как бы это не не их настоящая цена 84 процента это как бы какие-то другие причины почему такой процент присутствует на сайте на те или иные шмотки нас интересует конкретно процентики чуть такие пониже более реальному то есть например вот как минус 12 процентов минус 15 минус 20 и далее но мы не забываем с вами о том что мы смотрим автопродажи соответственно мы навряд ли будем продавать шмотку по автопродажам мы будем продавать эту шмотку по той цене по которой она в действительности уходит и мы начинаем смотреть наводясь на иконку без кинса кого какой цене среднем за последние продажи были у этой шмотки то есть допустим мы понимаем то что действует автопродажа на сг 553 пульс доллар 54 но наводясь на иконку без кинса мы берем то что это шмотка вполне продается и за доллар 60 и за доллар 70 и за 2 доллара и если например нас устраивает такая цена нас устраивает соответственно такие потери при продаже этой шмотки то есть мы будем продавать ее они за доллар 54 а за доллар и 7 например и нас это вполне устраивает мы все таки еще не спешим брать эту шмотку на покупку а мы начинаем смотреть соответственно конкурентов а то есть мы видим то что 10 конкурентность стс доллар 701 начинаю смотреть на сам график продаж нажимаем на кнопочку например саджет прайс да вот где цена стоит средняя саджет прайс мы загружаем соответственно получается дополнительное меню этой шмотки где написано на графике за какую цену среднего эта шмотка продавалась ты тут за доллар 80 до 90 видно и внизу написано вот прям за какую сумму последние были продажи и в какие дни то есть допустим с 30 числа за доллар 90 даже эти пушки уходили за 2 бакса иногда за доллар 74 и какие-то сейчас за доллар 60 за доллар 66 ушли эти шмотки если допустим доллар 70 нас не устраивает то мы должны понимать тот факт что вот можно на придется ждать когда уйдут эти конкуренты за доллар 70 то есть допустим и здесь видим то что на рынке стоит как минимум пять конкурентов за доллар 70 до 73 и остальные уже идут за доллар 79 и выше и соответственно как бы если мы можем если мы хотим поставить цену например доллар 75 мы должны понимать тот факт что перед нами будет пять конкурентов но за неделю возможно эти пять конкурентов улетят а может быть наоборот пять конкурентов каких-то еще прибавится сверху за доллар 70 все эти факторы вы должны учитывать и соответственно как бы мы хотим подписываться на тот случай когда мы сможем продавать шмотку ниже конкурентов то есть например с должен садить то есть мы должны понимать то что должен взять 9 нас вполне устроит при продаже этой шмотки и вполне шанс продать из ноши за 9 у нас имеется потому что здесь почти 70 процентов продаж идут выше доллара 70 и какие-то за 60 и так далее но как бы сделал все правильные выводы всего этого увиденного мы решаем то что эту шмотку можно взять и продать ее соответственно как бы получается на бискинсе с учетом процентов которым будем прокручивать сайта на сайт то есть мы должны понимать то что бискинса обратно на steam нам тоже будет выгодно прокручивать какие-то вещи для этого все тоже делается очень просто открывайте табличку вторую и уже самого бискинса непосредственно смотрите что можно вывести на steam либо по автобаю либо просто на steam соответственно как у фитер продаж нас тоже интересует только уже стимовский если мы будем продавать например по обычной цене они по автобаю и соответственно как бы там какой-то допустим 111 продаж стиме должно быть в этой вещи и начинаю смотреть какие вещи предлагают нам рынок без скидки на steam по этим шмоткам то есть одного цента туда особо смысла смотреть нету слишком много мелочи нам не особо интересно а вот например по 30 центов там попись по 5 долларов и так далее по 80 центов по доллару 17 есть какие-то шмотки от 20 процентов до 30 процентов то есть соответственно как бы мы можем зарабатывать где-то получается за круг 15-20 процентов даже даже с учет того то что пройдет одна неделя как бы через одну неделю какие-то цены на какие-то шмотки поменяются но это не критично по нам ударит то есть мы потеряем на 5-10 процентов просто потому что за неделю как бы появилось слишком много конкурентов или что-то подобное а при этом мы получается брали то шмотки допустим с расчета того что мы будем ее продавать например по минус 5 процентов может быть там по минус 8 процентов и соответственно будем заливать ее на бискинс может быть под минус 10 процентов ну к сожалению тут мы видим то что можно вывести шмотки по 25 процентов это только по кс можно также и по доте и по расту посмотреть что продается на этом сайте как говорится почему бы нет все ваших руках из а после этого мы сделали эти выводы решаем брать эту шмотку или нет также мы можем чекать то же самое автобай например на стиме то есть мы можем понимать тот факт что по автобая шмотки можно еще более выгодно закинуть например на бескинс то есть мы видят сразу же то что здесь появляется какие-то шмотки под минус пять процентов под минус семь процентов поэтому мы получать может покой на поставить запрос на ту или иную шмотку по автобая на покупку она со временем купится потому что есть какой-то спрос допустим ее как и на без кисе так и на стиме мы можем купить ее нас теме по цене автобая может бы там само собой чуть выше конкурентов которые хотят купить шмотку по автобая мы перебьем его поставим запрос на со временем там за пару часов например купится та или иная шмотка так как у нас есть спрос я вновь повторяю эту тему и после этого мы как бы получается продадим эту шмотку на бескинсе через семь дней когда спадет на нее бан например потому что мы берем эту шмотку со стима это что касается например если мы будем чекать автобай почему иногда я чекаю например last sales на бескинсе потому что не всегда на автобая показывает много годных предложений на рынке которые есть можно чекать таким же образом например и last sales на шмотках возьмем какие-нибудь числа побольше чтобы попроще было ориентироваться опустимся к более реальным процентам например 10 к 5 процентам к нулю целом и начинаем смотреть также на воде на иконку без кинса действительно ли уходит тайная шмотка за ту сумму которая здесь показана то есть допустим последний сел на бескинсе было ты шмотки 25 долларов на допустим и мы смотрим получается ну в средней продаже получается или шмотки здесь были что-то за 16 9 долларов за 17 7 и вот она шмотров везла за спи долларов возможно она была какая-то наклейка какой-то float ну и тому подобное и из-за этого как бы я купили за спидбакс у нас такая шмотка не устраивал что это одна какая-то такая шмотка ушла за такую цену чудом не чудом но так или иначе она ушла это занимает соответственно как бы чуть больше времени но таким же образом мы будем ориентироваться по другим шмоткам попытках найти что-то тоже столь же профитная но уже соответственно как бы получается по последним продажам бескинсы и уже от всего этого отталкиваясь мы будем делать выводы типа стоит это нашего внимания или нет можно уменьшить и по продам количество продаж на бескинсе но тем самым повышая риск того что мы будем долго продавать эти шмотки которые мы сейчас будем с вами смотреть и тут уже мы верим то что тут даже есть по 20 процентов какие-то шмотки под 15 процентов по 10 процентов но мы понимаем тот факт что типа эти шмотки гораздо дольше будут продаваться на бескинсе если же нас такое устраивает то почему бы нет почему бы не взять ее она будет продаваться там два три раза дольше чем другие какие-то варианты с более повышенным количеством продаж на сайте бескинс но тем не менее у нас продаться со временем потому что мы будем с вами учитывать как и конкурентов как и средний график продаж этой шмотки конечно же нас интересуют те вещи которые не были бушен и для этого мы на всякий случай будем открывать с вами например steam и смотреть типа среднее количество но среднюю цену продажи той или иной шмотки то есть допустим 140 160 рублей даже иногда 180 рублей то есть целом получается нас цена устраивает этой шмотки она никакая не бушеная то есть тут нету каких-то перепадов высоких на графике это что через неделю получается мы спокойно продадим продадим эту вещь за ту цену за которым мы планируем то есть тут ничего сложного нету принципе как бы все примерно таким образом и работает таким же образом можно работать и по маркету и соответственно как бы и обратно на steam продавать вещи или какие-то другие различные магазины возможно даже на амельнике можно найти таким способом хороший профитный круг трейда сделать то есть там допустим со steam автобая с учетом высокого спроса на шмотку на стиме можно найти какую-то выгодную шмотку на обмене и что хочется сказать еще он насчет трейдбэка у трейдбэка чуть удобнее сканирование конкретно по фильтрам продаж идет то есть например мы можем получается дополнительных фильтрах выбрать не только тот сайт который нас интересует да допустим по по количеству продаж то есть допустим нас интересует там виски с либо т.м. но мы также можем выбрать например и количество продаж в этой шмотке там например на самом стиме то есть допустим 55 именно как бы с учетом уже вот этих двух чисел понимать то что эта шмотка путь со спросом и там и тут и как бы получается у нас с этой шмоткой каких-то больших проблем в любом случае не возникнет то есть как бы мы уменьшать свои риски застрять с этой шмоткой на продаже на долгое время таким образом получается 10 точно так же делается выбирать товары сервис например автопокупка и тут тоже например типа автопокупка либо обычная цена и продолжаем короче таким же образом трейдится но стоит заметить то что здесь нету например вас сейлса или то например семидемного семидемных продаж у той или иной шмотки что немножко как бы получается играет уже лучше сторону трейскинса а не трейдбека но как говорится каждому свое кому-то удобно когда есть два фильтра кому-то удобно чекать получается по вас сейлсу либо пассивным продажам этой шмотки ориентируясь на все это можно отрядиться либо с помощью трейдбека либо с помощью трейскинса в одну сторону и в другую и тем самым какие-то там 20 процентов может быть даже если вы уже более прошаренный 30 процентов и больше с одного круга можно будет делать не запариваясь на этой тематике на как бы чуть ли не на пассиве зарабатывать свои проценты раз в неделю на при продажах тех или иных шмоток конечно же такой трейд может занимать не 7 дней ровно а 10 дней иногда даже какие-то шмотки гораздо дольше продаются но тогда уже придется нам получается ориентируется на конкурентов например да если там например вы продаете свой день шмотки ложитесь спать просыпаетесь а перед вами появилась еще три конкурента на цент ниже или там 10 центов и вы понимаете то что вы принципе можете снизить цену свою шмотку еще на 10 центов вы потеряете конечно какие-то деньги грубо говоря с этого до какой-то процент но целом типа это несущественно ударит по вашему кошельку и сделав вот эти все выводы вы понимаете то что вы можете стать ниже конкурентов и получается ваша пушка будет 1 и вашу пушку заберут 1 само собой если вы трейдитесь со шмотками со стима на какой-то магазин конечно же лучше брать там например какими-то стикерами интересными до шмотки если есть такая возможность потому что со стикерами на если например шмотка вашего конкурента 100 21 и вы стоите доллар 71 но вас при этом есть еще какие-то стикеры возможно даже какие-то интересные стикеры то возможно покупатель первую очередь обратить внимание на ваш скин почему как говорится и нет ты платишь только же но при этом ты еще получаешь какие-то стикеры на этой пушке и уже получается с учетом всего этого человек покупая скин именно у вас хотя перед вами был еще два-три конкурента за ту же цену или даже на пару центов дешевле и то есть как бы все логично принципе таким образом можно зарабатывать даже больше чем планировалось но тут вопрос том повезет ли вам попасть на такую шмотку и соответственно как бы получается вам скин нравится но при этом еще там даже есть какие-то наклейки это вам только сыграет на руку получается поэтому от такого как говорится мы не отказываемся мы берем со стикерами шмотки на продажу на какой-то магазин чтобы как можно больше взглядов падала именно на ваш скин они на скин конкурента ну и соответственно как вы сами понимаете то что когда вы ищите и находите по табличке какую-то профитную вещь например со стима данный бескин все просто просто нажимаете на икону стима переходите на эту шмотку в самом стиме и уже покупать ее там за соответствующую цену не забывайте кстати чекать иногда цену действительно на стиме этой шмотки потому что может быть за 234 например так дети уже был куплен а табличка еще просто не успела обновиться обновить эти цены не забывайте на это обращать внимание возможно типа сейчас стали остались так 9 задумок за 250 а за 250 допустим нам уже например будет невыгодно покупать этот так 9 на продажу на бескинс так или иначе ребята я попытался 10 до вас какую-то интересную мысль вот таком формате получился видеоролик не знаю понравился он вам или нет такой формат если вам заходит такой формат его перед ней принципе не очень сложно не составлять большого труда я при себе могу продолжить таком же образе перейти подобный контент для вас и соответственно как бы если я вижу какую-то активность виде лайков виде комментариев под видосом ближайшее время у меня есть еще пара идей которые я хочу таком же образе выставить на своем на своем канале я же через пару дней еще дополнительный видеоролик не знаю например моих успешных таких же перепродажах по этой схеме или какую-то еще другую тематику тоже который будет вам интересно в таком же образе а так всем удачи ребята всем хорошего трейда с вас лайк с вас комментарий подписка на канал не ждите нового видоса подписка на канал не ждите нового видоса